Как люди становятся преступниками и какие у них мотивы? Как получают взятку, используя служебное положение? Кто контролирует исполнение законов? Как самим не стать коррупционером? На эти и многие другие вопросы поговорили на очередной классной встрече РДШ в Сарове. В этот раз к школьникам пришел очень серьезный гость. Старший помощник прокурора Станислав Герасимов. Встречу приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией. Тема одна из самых актуальных. Сейчас противодействию коррупции уделяется огромное внимание. И одна из форм противодействия коррупции – это прежде всего просвещение, правовое просвещение и предупреждение, вплоть даже с самых маленьких возрастов. Закон и честь – такие слова стали слоганом классной встречи. В формате живого диалога Станислав Герасимов поговорил с ребятами о честности, жизненных ситуациях и наиболее острых правовых проблемах. Помощник прокурора отвечал на вопросы, приводил статистику по коррупционерам, делился примерами из собственной практики и советами о том, как не попасть на скамью подсудимых и не стать правонарушителем. Школьники проявили живой интерес к теме беседы, активно вступали в дискуссию и размышляли на важные вопросы. Также Станислав Герасимов рассказал о своей профессии и о работе прокуратуры. Мне была очень интересна эта встреча, так как я сдаю общество знания. Мы разговаривали про коррупцию, ранее я рисовала работу на эту тему. Мы затронули очень много тем и даже были споры. Было очень интересно, так как беседа была очень оживленная. Мужчина достаточно добрый человек и атмосфера здесь царила дружелюбная. Много узнали нового, поучительного для сдачи экзаменов, для изучения общества знания. В завершении встречи Станислав Герасимов наградил победителей муниципального этапа конкурса «Вместе против коррупции» в номинациях «Рисунок», «Цифровая графика» и «Слово против коррупции». Лучшие работы школьников разместили на стенде во Дворце детского творчества. После награждения ребята сделали традиционную общую фотографию на память. Светлана Юронова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.